МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это 7 дней плюс, студия Светлана Кадырова. Рада вас всех видеть и представить нашего замечательного гостя. Но прежде чем мы покажем его, я расскажу, что он родился в Сараево, тогда еще в Югославии. Был мэром деревни Универсиады 2009 года в Белграде. Многократный чемпион и призер Югославии Сербии. Обладатель ряда национальных рекордов. Участник Универсиада в Китае. Член сборной Югославии по плаванию. С 2011 года его судьба тесно связана с Казани. Он уже проводил Универсиаду в 2014 году. Чемпионат по водным видам спорта. Новая высота впереди. Игры стран БРИКС. Заместитель генерального директора, директора спортивных и социальных проектов Ранко Славкович Тепавчевич сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. Ранко, как-то переводится имя? Что-то означает? Ранко это раньше, потому что я родился первый. У меня брат-близнец, он младший, поэтому он молодой младен. Вот поэтому такое название. Так, у вас есть брат-близнец? Да, есть брат-близнец. И сейчас он живет? Он живет в Исландии, занимается тоже плаванием. Его туда занесло после Олимпиады в Атиме. По каким водам? Да, в 2004 году он участвовал на Олимпиаде. Его тренер получил работу. И, в принципе, он, давайте скажем так, остановился. Сегодня активно работает тренером. И занимается плаванием, тем же видом спорта. Как близнецы, во-первых, вы оказались, что очень похожи к одному виду спорта. Или это родители? Каким образом вообще в плавание пришли, Ранко? Ну, мы действительно к плаванию пришли благодаря нашему дяде, который нас привез. Это вот именно история всех начинаний, всех видов спорта. То есть, близко к школе находился бассейн. И, как сказать, наш родственник занимался плаванием. Дядя забрал весь класс, привез на бассейн. Нас пришло 40 детей. Спустя месяц осталось 20. И в конце осталось там всего парочку. Но этих парочку было как раз таких значимых, которые оставили такие следы, как, условно, могу сказать, что брат принимал участие на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, был финалистом чемпионата мира в 2003 году. Поэтому это один из таких лучших плавцов этого времена в Югославии. Какой самый любимый бассейн в Казани? О, основной это наш дворец водных видов спорта. Это, давайте скажем, родной бассейн, который еще сопровождал и при строительстве, который открывал и к универсиаде, который практически встречал все возможные мероприятия, начиная с чемпионатов мира, кубков мира, мировых серий. То есть, это один из таких лучших-лучших дворцов. Я горжусь, что там каждое утро в 6 утра занимаюсь и сам плаваю. Каждый день? Каждый день, да. Действительно. Обалдеть. А думали ли вы когда-нибудь, что, точнее, даже не так, вы спортивный менеджер? Да. Да, уже долгие годы. Это было сделано для того, чтобы вы понимали, что у спортсмена короткая карьера, и ему нужно чем-то заниматься дальше. Или это какой-то такой случайный выбор, просто судьба привела? Да, ничего случайного не бывает. Знаете, я когда думал, чем заниматься в своей жизни, еще занимался видом спорта, то есть, действительно, интересы были к другим вузам. И сначала занимался энергоуниверситетом, да, потом, когда увидел, что открылся спортивный менеджер, сказал, вот это мое, это я хочу, это мое желание. И буквально стремительно как-то наступил тот момент реализации всех этих желаний. И, в принципе, очень важен опыт спортсмена. То есть, когда спортсмен смотрит своим глазом, и вы правильно сказали, вот участвовал в универсиаде в Пекине в 2001 году, даже не думал, что уже там спустя 7-8 лет буду организовать универсиады в Велграде, еще меньше знал, что буду жить в Казани, организовать универсиады в Казани в 2013 году. Поэтому спорт – это такая динамичная сфера, динамичная профессия и организация спортивных мероприятий – это реально такая уникальная профессия, которая всегда рождает что-то новое, что-то замечательное, когда привлекается очень много людей, приезжает очень много гостей, и все это должно быть, как сказать, на высочайшем уровне. Ну, уникальное, уникальное, соглашусь. Но мне кажется, сегодня в условиях современных вызовов, в том числе и политически, сложная работа спортивного менеджера сегодня. И вот как раз вот к этой теме мы сейчас с вами пройдем. Вы уже, в принципе, в родной Югославии переживали международный бойкот и изоляцию, да, сборную отстраняли от международного спорта с 92-го по 96-е годы, не принимал участия в Олимпиаде в Барселоне, а чемпионат Европы 92-го года по футболу, команда по футболу была вообще просто снята с самолета, да, буквально? Буквально, да. Тогда заменила Дания, которая и стала чемпионом. Теперь вы все это проживаете в России. Да. Вот прежде чем дальше обсуждать, просто вообще спорт вне политики был когда-нибудь? И вообще это явление, сами мысли об Олимпиаде, да, это же как раз совершенно о другом Кубертен говорил. Есть такое явление в спорт вне политики? Мы можем к нему прийти? Был ли это когда-то? Знаете, вот в прошлом году у нас была научная конференция в Казани, выступал ректор Минского университета, у него была такая научная работа, он практически привел пример, что спустя последних, там, не знаю, 50-60 лет, ни одна Олимпиада, ни одна, пардон, Олимпийские игры, потому что Олимпиада это период между Олимпийскими играми, ни одна Олимпийская игра была, практически не прошла без каких-то отстранений. То есть всегда кто-то был виноват, кто-то был там наказан, и искренне это очень грустно, когда политика вмешивается в спорт, потому что я помню свое тоже детство, когда наслаждались, тогда-то Югославия была очень сильно, баскетбол, волейбол, игровых видов спорта, и я помню тот момент, когда баскетбольная команда не попала на Олимпиаду, туда попала Хорватия, как, давайте скажем, новопризнанная страна, тогда-то западным миром, и получилось так, что они выиграли серебро. А была бы такая, давайте скажем, целая полноценная команда, еще бы посмотрели дуэль с Джорданом, с этим топовым игроком, и с Дрим Тимом настоящим, который в тот раз впервые участвовал на Олимпийских играх. Действительно помню и футбол, ту же генерацию спортсменов, которые остались практически без того же чемпионата, но точно как сейчас, страна приняла этот вызов, это было очень сложно, это было очень трудно для спортсменов, но мы начали проводить внутренние турниры, организовать разные мероприятия внутри страны, для того, чтобы сохранить уровень спортсменов, подерживать тот же уровень. И спустя там 4 года, когда наступил момент возвращения, это были Олимпийские игры в Атланте, это были чемпионаты мира по всем видам спорта, страна вернулась уже, давайте скажем, готова к новым вызовам. Да, это несправедливо, да, это неправильно, и да, это огорчает, но, как сказать, с этим пока стараемся как-то... Сражаться. Сражаться, да, потому что других вариантов нет. Да, об этом мы еще поговорим, но как бы то ни было, вот когда несправедливость, вот не хотелось из профессии уйти вообще? Умаляется, не то, что умаляется, но как-то вот несправедливость чем-то бороться, помимо альтернативных видов. То есть, может быть, хочется, вот я не готов работать в таком спорте. Знаете, наоборот, рождается некая мысль, что все равно нужно сражаться. То есть дух спортсмена, он всегда остается духом спортсмена, и получается, что находится некая внутренняя энергия, которая, давайте, скажем, говорить, давайте мы сейчас покажем, что мы это можем. Действительно, когда у нас в Казани в 22-м году мы проводили игры дружбы, и получилось очень прекрасное мероприятие, там было порядка 30 стран, было 3000 участников, это только по водной вину спорта, и уровень соревнования у нас оказался лучше, чем, давайте скажем, тот же чемпионат мира, который прошел не в Казани, а в другом городе, и все спортсмены, которые участвовали именно на наших играх, потом поехали в Австралию на тот же чемпионат, сказали, а в Казани было круче. И мы этим гордимся. Вот к играм дружбы, к играм дружбы, думал, позже перейду, но раз уж вы с этого начали, вот это вот альтернатива, во-первых, да, а верите ли в то, что будут альтернативные олимпийские игры? Знаете, олимпийские игры, они имеют свой какой-то путь, движение историческое, и с чем-то их сравнивать, а не просто свой продукт, который существует, проживает такие-то времена. Насколько это все продержится в такой реальности, это еще история покажет, и история покажет, насколько это все, что сегодня происходит, справедливо, но мы сейчас находимся просто в поиске возможностей сохранения, давайте скажем, тех же спортивных событий, которые, в первую очередь, направлены на сохранение уровня спорта и на достижение тех же спортсменов, которые всю жизнь готовились к каким-то таким масштабным мероприятиям. Поэтому наша задача, прежде всего, дать возможность показать, вот у нас в Казани прошел буквально неделю назад чемпионат России по плаванию. На этом чемпионате были рекорды мира юношеских, были достижения, которые вот на недавнем этом чемпионате, который прошел в Катаре, в Дохе, вот если сравнивать результаты, Россия бы завоевала 24 медали. То есть, получается, это очень сильно показывает, чего не хватает сейчас мировому спорту. Таких спортсменов, как Чекунова, как Колесников, как лидеры мирового плавания, это просто один вид спорта, который действительно мне очень близок, я это все досконально понимаю, но это то, что страдает сегодня не только в России, это то, что страдает всем миру, потому что мир теряет лучше своих спортсменов. Это же дети, это же достижение этого вида спорта. Поэтому вот. Да, но при этом вот игры дружбы вы сказали, это была альтернатива. Вот многие ставят под сомнение, достойны ли это альтернативы, или это вот такой утешительный приз, он тоже бывает. К сожалению, я бы сейчас не стал комментировать, потому что игры дружбы, они пройдут в Москве и в Екатеринбурге. В Казани мы готовимся к играм БРИКС, которые немножко другого формата. Они никак не связаны с Международным Олимпийским комитетом. Это вот мероприятие, похоже на то, что мы проводили, как игры СНГ, это междугосударственное спортивное мероприятие. Причем игры БРИКС проводятся с 2015-2016 года. И та страна, которая организует саммит, она и принимает спортивные игры. Действительно, в Казани наше желание было сделать это более крупным, более масштабным мероприятием. Но сразу скажу, Бразилия принимает в следующем году. Они очень заинтересованы. Они уже привозят большой состав, они готовы учиться. Они на фиджитал играх, которые были игры будущего в Казани, уже обсуждали, как дальше развивать это движение. То есть Казань и Россия все равно сохраняют роль лидера, все равно сохраняют какую-то передовую роль в спорте. И вопреки всем ограничениям, все смотрят, что здесь происходит. Особенно Казань, которая является столицей спорта, реально, действительно. И достаточно сказать, что какое-то мероприятие в Казани, все страны сразу поднимают руку и говорят, я хочу. Потому что понимают, что встретить по-хорошему, по-теплому, все будет на высоком организационном уровне. Не будет вопросов логистических с точки зрения сервисов. Поэтому Казань всегда всей рада приезжает. В принципе, вы провели порядка 150 крупных международных мероприятий в Казани, будучи спортивным менеджером. Все равно ощущаете ли вы голод на международные спортивные события? Я говорю про настоящее международное событие, которое еще лет 5-7 назад. Вы знаете, голод сохраняется, но это вызовы, которые связаны с проведением любого мероприятия. Любое мероприятие нам удалось провести, как вы сказали, больше 150. Я, честно говоря, точную цифру не знаю и постараюсь посчитать. Это немножко трудно. Но у нас всегда были вызовы. Мы, когда проводили универсиаду, мы делали там определенный вызов. Когда готовили водные виды спорта, этот момент я много раз отмечал. То, что когда FIFA приезжали в инспекционный визит и смотрели наш чемпионат мира по водным видам спорта, сказали, если вы сможете здесь плавание организовать, у вас по футболу вопросов точно не будет. Поэтому это единственный футбольный стадион, который был сделан объект в объекте, который на сегодняшний день числится 12 мировых рекордов по плаванию на футбольном стадионе. Ну, вообще, есть чем гордиться в Казани уже. Действительно. Это не моя личная работа, это работа команды, которая, спасибо руководству республики и Министерству спорта страны, которая всегда поддерживает и доверяет Казани такие крупные проекты и игры будущего. Это был такой, опять, замечательный пример, когда Казань справилась с таким новым, новым совершенно форматом мероприятия. И все отметили, что если бы не было Казани, то было бы трудно реализовать. Потому что команда, которая наработала такой огромный опыт, может справиться с разным, давайте скажем, оперативным изменением. Потому что, когда мы проводили тестовые мероприятия, готовились к играм будущего, действительно, все те же правила, все тоже менялось, сцена менялась. Мы провели... Это просто придумывалось на ходу, конечно. Мы практически экспериментировали. И вот провести впервые в мире баскетбол с LED-покрытием, то есть интерактивным, провести друговые виды спорта, которые до сих пор, давайте скажем, нету правил, которые нужно сделать так, чтобы было интересно для зрителей, было интересно для телеаудитории. Это наша задача. Поэтому здесь действительно большую роль играет опыт, в том числе наша дирекция и вообще всех структур в Татарстане, которые слаженно работают. Это и штаб, который работает на каждое крупное мероприятие, при Кабмине, где есть буквально рабочие группы, которые отслеживают прогресс подготовки и строительства, и ремонта, и сервисов, и гостеприимства всех основных направлений. Вот как профессиональный спортсмен, все-таки вы сочувствуете сегодняшним коллегам-спортсменам? Ну, я имею в виду, или какие чувства испытываете по отношению к ним? Ну, потому что люди, возможно, всю жизнь готовились к Олимпийским играм. Я сочувствую, и я их понимаю. Я понимаю, насколько это трудно, когда ты знаешь, что ты лучший в мире, что тебе эта медаль просто твоя, и ты просто не имеешь шанса завоевать. То есть это очень страшно. На самом деле страшно то, что даже шансов нет попробовать, поучаствовать. Поэтому те условия, которые ставятся для участия наших спортсменов, конечно, они очень сложны. Я говорю наших, потому что я уже себя чувствую здесь и казанцем, и на самом деле... И татарином, почему нет? Дети учатся в школе, изучают тоже, в том числе, татарский, как родной язык. Поэтому здесь мы уже, давайте скажем, достаточно долгое время в Татарстане. Но я возвращаюсь к теме спортсменов. Да, спортсмены всегда требуют новых вызовов. И очень сложно тренироваться, когда ты понимаешь, что нету таких крупных стартов. Поэтому то, что мы делаем, то, что мы пытаемся сделать для них новый формат соревнования. Но и очень важно, что к нам приезжают наши иностранные коллеги, то есть другие спортсмены, которые практически помогают им сохранить этот уровень и соревноваться с кем-то. Возвращаясь к играм, точнее, о предстоящих играх стран БРИКС, МОК уже неоднократно заявлял всем странам, что не одобряет их участие в играх БРИКС и в других российских турнирах в том числе. В разговоре с пранкерами тогда президент МОК Томас Бах назвал игры БРИКС скорее молодежными соревнованиями, которые, по его мнению, вряд ли заинтересуют сильной сборной. Есть что ответить Баху? Знаете, я не человек, который бы ответил Баху. Я могу ответить. То, что мы делаем, действительно, никаким образом не пресекается с международным олимпийским движением. У нас приглашение на игры БРИКС уходило от Министерства спорта Российской Федерации к Министерству спорта. То есть, практически, это мероприятие, как уже сказано, междугосударственное. И право каждой страны направить своих спортсменов в Россию, что они действительно и делают. Насколько это соревнование будет, давайте скажем, такого высокого уровня, у нас на сегодняшний день идет заявочная кампания, она идет достаточно хорошо. Да, это всего месяц до Олимпийских игр. И мы понимаем, что ряд стран объективно не отправляют лучших спортсменов, потому что это финальный шаг подготовки к Олимпиаде, и это является основным все равно событием для этих стран, которые готовились, там, не знаю, полный олимпийский цикл. И как бы это и Россия делала, то есть, каждая страна проводит финальные итоговые сборы в каком-то закрытом режиме, когда они просто в каком-то карантине дорабатывают последние штрихи для отправки на Олимпийские игры. Но в Казани, я бы сказал, мы ожидаем ряд интересных спортсменов, мы ожидаем тоже ряд крупных делегаций, в том числе и стран БРИКС, и других стран, потому что они видят в этом мероприятии будущее, видят развитие для своих междугосударственных отношений, это важно. Движение БРИКС, оно растет, оно развивается, оно имеет свою перспективу. И спортсмены, которые будут участвовать здесь, это прежде всего, да, может быть, господин БАК сказал, что это молодежь, но это будущее. Это молодежь, которая будет участвовать, в том числе, через 4 года на Олимпиаде. Это вот мы всегда гордимся, что на универсиаде в Казани мы открыли какие-то новые звезды, какие-то новые таленты. И здесь, на ИГРА БРИКС. И на ИГРА БРИКС, возможно, появятся спортсмены, которые в своей карьере скажут, а мы в Казани на ИГРА БРИКС начали свою международную карьеру. У нас это была первая золотая медаль, которая потом станет вот каким-то шагом в какой-то крупной-крупной и успешной карьере любого спортсмена. Мы ожидаем на ИГРА БРИКС порядка 5000 гостей, по-моему, из 50 стран, да? Вы уже сказали, что ряд звезд мы все-таки увидим. Может, кого-то можно проанонсировать? И вообще, что интересного будет? Ну, все будет интересно. Что нужно смотреть? Давайте так. Мы на сегодняшний день практически принимаем именные заявки. То есть сейчас у нас идет процесс количественных заявок. Это подтверждение того же состава. Именные заявки у нас только-только начинаются. Срок там где-то 2-3 недели, когда мы увидим конкретную фамилию. Но мы уже знаем, что, конечно, сборная России будет выступать в сильнейшем составу, практически по всем видам спорта. Это где-то вот именно федерация как раз принимает решение для того, чтобы попробовать новый состав, юношескую сборную. Это именно как шанс такого крупного международного старта для юниоров, чтобы они немножко почувствовали тоже стресс, почувствовали вот именно ту же нагрузку и ответственность, когда выходишь на старт на таком масштабном мероприятии. Все равно этот спортсмен такой путь развития должен пройти. Нас ожидает яркая программа. У нас уже на сегодняшний день запущены билеты в продажу. Дорогие билеты, 150, 200, 300 рублей, то, что я и видела. Да, но вот именно задача наша не сделать там, не заработать на этим билетах. Странно говорить спортивный менеджер, не заработать. Ну, смотрите, проекти, как игры Брикс, они направлены на, давайте скажем, население, на то, чтобы объединить людей, на то, чтобы сделать эти мероприятия доступными. У нас достаточно большой билетный вал, но все равно, когда государство организует мероприятие, в первую очередь важно обеспечить доступность. И цены достаточно демократичные. И это фантастическая продажа, которой буквально за 3-4 дня уже продано 10 тысяч билетов. Это только по половине видов спорта, которые на сегодняшний день покупаются. Поэтому через сайт нашей игры Брикс можно, в принципе, в любой момент, любой желающий уже приступить к приобретению своих билетов. Я советую торопиться, потому что синхронное плавание, условно, уже 3 тысячи билетов продано за 4 дня. А какие бы соревнования предпочел сам Ран Кортепавчевич? Ну, я, честно говоря, родной объект, давайте скажем, вид спорта, который я очень люблю. И вот буквально я сказал такой момент. А проповедь нашего разговора нам удалось, вот вчера и позавчера сборная России выступила на первом международном старте в Республике Сербской, в Боснигерте-Говине. Это вот как раз результат нашего взаимодействия и, скажем, тех же контактов, которые в том числе были во время Игр будущего, когда президент Республики Сербской посетил Казань, встретился с рейсом республики. И в том числе и шанс участвовать на международном старте, когда страна, которая принимает, не стесняешься его прийти к каким-то угрозам, принимать российских спортсменов и поддерживать их. Это вот буквально мурашки вчера пошли, когда смотрел передачу на Матч ТВ и когда смотрел именно фотографии, видеоматериал. То есть не везде эта изоляция работает. Есть страны, которые до сих пор, давайте скажем, невозможно на них повлиять и которые готовы и поддерживать, и болеть за российских спортсменов. И я думаю, что это количество стран только будет расти. Ранку, еще такой вопрос. 11 лет уже универсиатскому наследию. Не уставило ли оно уже морально? Вопрос хороший. И вот игры БРИКС как раз это и задача, и шанс обновить инфраструктуру. И этими республика занимается. Спасибо и руководству республики, и стране, которые нашли механизм. Еще на ближайшую десятилетку у нас будет крутое... Ну, знаете, построить новые объекты сложно, но сделать капитальный ремонт, это важно. То есть требования меняются, спортивное оборудование, инвентарь, тоже там видеотабло, которое нужно поменять, освещение. То есть это моменты, которые, конечно, делают этот объект более современным. То есть игры стран БРИКС фактически принесут обновление и новую жизнь вдохнуть... Нашим сооружениям, которые строились и к универсиаде, это нормальный жизненный цикл каждого объекта, который, в принципе, есть такая аналогия. Вот построили к Афине, я же был там как раз, как сказал брат, принимал участие на Олимпийских играх в Афине в 2004 году, выделил эти сооружения, но спустя всего пару лет все это практически закрылось, ничего не работает, а в Казани наоборот. У нас вопрос капремонта с учетом эксплуатации этих объектов, которые массово пользуются и гражданство, и население, и проводятся мероприятия, поэтому сейчас это нормальный жизненный цикл, когда нужно поменять и оборудование, и инвентарь. В общем, все вовремя получилось, да, Рангар? Ну, правильно. Еще очень часто в своих интервью вы говорите интересное слово, что... ОЛГА, да, вам привычное, что вы настоящая часть Казани и Тарстана. Дети у вас изучают родной татарский язык, Рангар вы сейчас об этом сказали. Насколько татарский менталитет для вас был нестандартным? Насколько легко было понять татар? Очень коротко, да, близимся к этой программе. Вы начали, вот когда мне представили, сказали, что я родился в Сараево. Сараево такой же город, мультикультуральный, то есть там всю жизнь всегда вместе жили разные национальности, и всегда все было хорошо. И я поэтому себя в Казани чувствую прекрасно, здесь теплые отношения всегда были, и для меня это стало таким родным городом, потому что я себя чувствую здесь, как у себя на родине. Что из любимых татарских блюд? Ой, знаете, вот мы буквально сейчас на днях принимали наших делегатов, стран БРИКС, и, конечно, без татарской выпучки, без этих специалитетов, ну, не обошлось. И всегда мы знаем, что без чпочмака, без там зурбелеша, без каких-то вот этих татарских блюд ни одно мероприятие не пройдет. И это на самом деле тоже интересно, потому что народ всегда запоминает. Вот Чак-Чак, у нас был спортсмен на играх будущего, Чакаревич, который баскетболист, фиджитол баскетбол, он, в принципе, играл в Евролигу, он на своем футболке написал Чак-Чак. Все, это тоже замечательный бренд Татарстана, который помогает, в том числе, и спорту. Ранко, большое спасибо, что пришли к нам в гости, с вами было интересно. Ну, и успешное проведение, Игорь Странбриц, большого праздника для Казани и Татарстана. Всего доброго, до свидания.